Я думаю, что ваши даже самые смелые предположения будут скромнее, чем реальная цена на 680-й топовый Майбах. Нам нищебродом не понять. У меня в Тесле нет такого. Это дешевый планшет, модель которого уже вообще с производства снята. Я улыбаюсь этому миру. Я люблю людей. Люди, я вас люблю. Нет плохих людей и есть дурные мысли. Субтитры создавал DimaTorzok Новый Майбах на эксклюзиве. По-моему, Майбах, именно Майбах, еще никто не снимал. И не бомбите вы, милые. Я рассказываю про дорогие машины, в том числе, не только про них. Потому что, ну, это же просто интересно. Как будто мы с вами сейчас сходили в музей. Я не собираюсь ее себе покупать и не навязываю ее вам. И это канал не только для богатых людей, просто, ну, Майбах, ну, это же интересно. Хотя более интересно мне было тогда, когда Майбахи, помните, были настоящие. Когда это был отдельный бренд. Помните, 57-й, 62-й. Вот эти вот классные машины, совершенно не похожие на С-класс от Мерседеса. Помните? Забудьте. Этого больше не будет. Майбах отныне это просто суббренд. То есть, это подразделение, которое делает на базе С-класса машины, которые, в общем, на С-класс очень сильно похожи. Просто в них есть те опции, которых С-классу не положено. Основные технические отличия Майбаха от не Майбаха в том, что у него нет, ну, вот этой вот дешевой, вот этой нищебродской версии дизельной. 249 лошадиных сил за каких-то 11 миллионов 350 тысяч рублей. Ну, это же стыдно просто для Майбаха. Конечно же, дизелей здесь не бывает. Самый стартовый мотор здесь это 450-й. Ох, больше всего мне в Мерседесе нравится вот этот 3D-дисплей. Включаешь его и смотришь на экраны, такое ощущение, что прибухнуло прямо с утра. Ммм, кайф какой. Можно прямо даже и не выпивать вовсе. Просто купить себе Мерседес С-класса. И такое все будет, ооо, на приборке. Ну, это кому как нравится. Значит, по отличиям у водителя их практически нет. Ну, надпись Майбаха гордая прямо перед лицом на руле. Рулек красивый, вопросов нет. Ну, я уже говорила свое мнение относительно С-класса. Ну, во все эффектно, все ярко, все красиво. А тут вопрос лишь в глубинном качестве. Ну, ладно, давайте сегодня его оставим, а то опять скажите, что мне BMW денег дали. Итак, базовый Майбаха это 30367 лошадиных сил. Наш 580-й это 403 силы. И вот чего нет у обычного С-класса, так это V12. Но здесь не он. 60612 лошадиных сил. Это тот мотор V12, который сюда ставится в топовой версии. И впервые вообще в истории Мерседеса этот мотор бывает в полноприводной версии. Здесь же ничего нового и никаких отличий от обычного С-класса. Да, кстати, они все сейчас идут в Россию полноприводными. Не обязательно для этого быть Майбахом. И все длинные. Разница между длинной и короткой версией в 10 сантиметров. И вот такой вот серебристой планочки у обычного С-класса не будет. И возможно вы не знали о том, что любой официально поставляемый автомобиль, будь то Майбах или Рено Логан, любой, можно обслуживать очень по-разному. Можно подороже, а можно подешевле. Для того, чтобы обслужить самым выгодным образом машину, переходите сейчас по первой ссылке в описании. Вы попадете на сайт Автоспот. Свою марку модель вы тут же указываете. И сразу на карте вы видите, в каком дилерском центре за ваше ТО сколько будет цена. Далее вы заказываете звонок от специалиста, вам все организуют. Услуги Автоспот для вас совершенно бесплатны. И если относительно новых машин у вас бывают какие-то вопросы по работе, то в отношении ТО это однозначно удобно, просто потому что вы экономите ваше время и ваши деньги. Ну а если машину вы еще не купили, тогда переходите по второй ссылочке в описании. Там вы выбираете опять же марку модель, заказываете звонок от специалиста. И из тех предложений, которые существуют на нашем рынке, вы выберете на Автоспоте самое лучшее. Так что не забывайте, чтобы выгодно обслужить и чтобы выгодно купить автомобиль, сайт автоспот.ру, ссылочки в описании. Длина Майбаха 5 метров 47 сантиметров, что она 18 сантиметров короче, чем обычный S-класс. Также отличает его, ну помимо очевидной вещи шильдиков на боку, отличает свой дизайн колесных дисков. Их диаметр от 19 до 21. Вот это вот ведро за приборной панелью, это проекция с дополненной реальностью. Вон она там, черная бесконечность. Только у Майбаха всегда, даже в базовой комплектации, панорамная крыша. В S-классе этого нет. Она может быть там за доплату, но у S-класса она будет всегда, даже у базового. Ну и также у Майбаха чуть больше деревяшек, чем у обычного S-класса в салоне. Но это скорее касается второго ряда, где ездит богатый господин. Ух, здесь, конечно, навигация на проекционном дисплее. Вот, просто обалденная. Вот это просто обалденно. При том, насколько меня бесит 3D-дисплей, и вот этот, я вынуждена признать, что это просто крутейшее отображение. Ну, пожалуй, самое крутое из всего, что я видела. Потому что, ну, допустим, посмотрим, что выпустят у Audi в новом поколении. Но вот сейчас 2.2.3 в плане своего отображения на проекционном дисплее, это очень и очень круто. И знаете, что меня очень удивило? В этом поколении мерседесовцы очень сильно развели обычные Майбахи и топовые 680. Здесь у 450 и 580 вы даже как доп. опцию за дополнительную плату не можете заказать двухцветную окраску. Но я знаю, что все будут делать. Все будут просто оклеивать пленкой. Она идет в базе только у самой верхней 680 версии. И я вам в конце видео скажу цену на эту версию. Я думаю, что ваши даже самые смелые предположения будут скромнее, чем реальная цена на 680 топовый Майбах. Эмблемка Майбах еще может быть платинового цвета. И обязательно у вас на подушечках вот здесь вот будет вышито, нет, выбито даже, выгравировано красиво Майбах. И подушечки, да, такие подушечки. Сзади понтовенька, конечно, понтовенька. Атаманка обратила внимание, что есть не только у меня, но и у пассажира, который за водителем. Это большая редкость. Обычно только на одном месте она. Красиво смотрится вот эта вот подсветочка. Вот такие штуки, они как раз-таки есть только у Майбаха. И вот эта вот накладочка, она может быть и деревянной. В нашем случае владелец предпочел заказать ее из глянцевого пластика. Парни, как вам там на заднем сидении, парни и девчонки? Супер. Отлично. Ах, Гурген, скажите, пожалуйста, а вот эта вот машина, она... О, спасибо большое, мы открыли. Вот эта вот машина, она вам для чего? Вы за рулем ездите или вы как пассажир? Мы создаем премиальный сервис исключительно на автомобилях Майбах и исключительно с водителем. Это может быть и как бизнес день, и по часовой. А свадьбы, банкеты и фотосессии? Обязательно. Любые мероприятия, мы к вашим услугам. Трансфер? А как же без этого? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять... Короче, пофиг, я точно знаю, что их двадцать семь. Вот этих двадцати семи вертикальных полосок и надписи Майбах не будет в случае, если у вас будет обычный С-класс. Красиво, нет? Чего-то я не могу определиться. Как будто у акулы зубы. Нет? На двери, вот я почти уверена, если Мерседесу не совсем плевать на своего клиента, они вот эти вот неудачные регуляторы точно поменяют. Потому что сегодня, вот первый раз, следующий, это третий Майбах, третий С-класс, который мы видим, двести двадцать третий. Сегодня оператор Иван долго пытался научиться ими пользоваться. Они реально не очень удобные, вот эти вот штуки. То есть, ну, просто неудачные. А у вас, то есть, у вас не один двести двадцать третий Майбах? Их несколько? Или у вас до этого двести двадцать третий были? Елена, у нас очень большой парк автомобилей Майбах в двести двадцать втором кузове. Данный автомобиль, это первый автомобиль. Также сейчас планируется покупка еще нескольких. Слушайте, а можно нескромный вопрос? Вот сколько стоит, там, я не знаю, в час или в день, как это, месяц, как это бывает? Елен, для такого удовольствия недорого. Около восьмите тысяч часов. Вы же не можете просто заплатить восемь тысяч и взять эту машину, там, девушку перевести куда-то на час. Это же, есть еще там час подачи, еще там какие-то... Также в стоимость входит час подачи. Диана, ты пустишь сегурочек работать на детском празднике? Можно желать, загадай. Я хочу на Новый год подписку на целый год. Слушай, ну это много даже для Деда Мороза. Спасибо, пожалуйста. Здесь у нас эффектно открывается центральный тоннель. Здесь могут быть бокалы. Также здесь управление двухзонным климат-контролем. В нашем случае здесь бокалов нет. Но зато у нас есть, и это в любом Майбухе будет, вот здесь вот холодильник, и вы можете здесь долго и без проблем хранить яйки. По оптике все то же самое от S-класса, никаких отличий нет. У верхних версий 580 и 680 вот такая вот продвинутая оптика Digital Light. Здесь три линзы вместо двух. То есть она всегда матричная, но у 450 версии это, можно сказать, что обычный multi-бим. Здесь отличие в том, что это уникальная технология, при которой автомобиль на дорогу может проецировать некоторые объекты. Но какая нам по большому счету разница, это работает только в Германии. Ну и в Катаре. Ко мне выехал ремень вот здесь вот. Короче, он мне подсказывает, что я должна пристегнуться. Ремень, конечно, классный. Он такой, он совсем другой, не такой, как у S-класса, и в принципе не такой, как у большинства автомобилей. Он на какой-то двойной прострочке и совершенно другой ткани. Да, прикольный. У него вот здесь вот есть контрастный цвет. Красивый и приятно за него трогать. То есть можно просто ехать и держаться за ремень, тискать его так, тискать, тискать и думать. Ммм, да, жизнь удалась, жизнь удалась, да. Короче, он подъезжает. Дальше вы его тискаете. И дальше он такой, а, ну, великий господин, хозяина, хозяина, ты не хочешь пристегиваться? Ну ладно, я тогда поехал. Может, все-таки пристегнемся? Это что там, безопасность, трали-вали. А, ну не хочешь? Ну ладно, я пошел. Коробка передач здесь точно такая же, как у S-класса, 9G-троник. Раньше у топовых машин отличие было. Был 7G-троник, потому что там у топового мотора в прошлом поколении был момент тысяча. Сейчас и коробка просто девятка не переваривала. Соответственно, сейчас момент немножко опустили. Глобально я не думаю, что это повлияло там как-то на динамику. Но опять же, я повторюсь, я считаю, что у Maybach динамика вторична. Очень важен комфорт. Ей ставят 9G-троник. Если мы говорим о надежности, именно об этих коробках, то я вот честно ни разу не слышала, чтобы коробки подводили. Моторы, ну, как вам подмигнуть? Бензиновые у, кроме, кстати, V12, у Mercedes по-разному бывают разные ситуации. Ом, это дизельный мотор, великолепный по надежности. То есть это старейшие моторы вы дорабатывали, дорабатывают постоянно. И он очень надежен. Что касается бензиновых... У Maybach, по-моему, это первая машина в классе, у которой возможна фронтальная подушка безопасности для задних пассажиров фронтальной E подушки безопасности. Но это, возможно, только у Maybach. То есть в S-классе при аварии дохните, твари. Надо было Maybach покупать и не экономить. И вот здесь вот можно нажать кнопочку, и у вас вперед уезжает сидение. Дальше сейчас должно что-то начать прекрасное и приятное происходить со мной. Да, наверное. Ай-эй-эй, пошла жара. Так, кайф. Ну, удобно, конечно, удобно. Вот вопросов нет. Даже с моим ростом 175, я сейчас на огромной платформе, тынь-тынь-тынь на каблучищах, я не достаю сейчас ногами. То есть я слегка касаюсь кончиками своей обуви, сидения впереди меня. Это, конечно, класс, конечно. Позиция, позиция релакс, уровень бог. А как вы его вообще достать умудрились? Я честно вам скажу, я пыталась снять этот Maybach. Ну, не этот конкретный, а в принципе, Maybach 223 просто нет. То есть вы первыми, что ли, купили, да? Или он единственный. Вообще он в Москве единственный сейчас Maybach. А почему именно Maybach? Что, 223-го обычного недостаточно? Мы стараемся быть лучшими. Вот нравятся мне эти ответы армянских парней. Это же... Ну вот, ну что на это скажешь? Вот ничего, просто. Ну, Елена, мы стараемся быть лучшими. Нет, я не ерничаю. Я люблю. У меня друзей армян полно. Агван, привет. У Maybach абсолютно так же, как у обычного из класса, возможен и вот такой вот раздельный диван. Ну, то есть для комфортной посадки двоих пассажиров, чтобы прям вообще кайфовали. И так же возможен и обычный сплошной диван. Ну, если там, к примеру, вы троих детей сзади возите. У вас в Maybach вы троих детей сзади возите. Ну, тогда у вас, скорее всего, будет GLS Maybach. Ну, короче, возможен сплошной диван. У нас с вами сейчас совсем не та погода для того, чтобы тут осуществлять какие-то кульбиты. Но, в принципе, просто чтобы вы знали, эти машины бывают только полноприводными в России, только длинными. И показатели конкретно вот этой машины с нашим мотором 580, это 4,8 до сотни. И с топовым Maybach 680 они вполне-вполне сравнимы, потому что тот делает 4,8 до сотни. За счет чего такая разница? Честно, я не до конца понимаю, потому что там, ну, там, я думаю, старт гораздо более динамичный. Там крутящий момент аж 900 ньютон-метров. Против 700 ньютонов у нашего автомобиля. Но, знаете, здесь еще разница есть по весу. Снаряженная масса вот этой машины 2 тонны 275 килограммов. Ну, соответственно, плюс 60 килограммов это топовый СВ-12. Ну, там просто мотор тяжелее. Еще из дополнительных сзади электрических штук прикольных хотела вам показать. Вот, смотрите, вот здесь вы нажимаете кнопочку, и вы начинаете управлять вот отсюда, вот с этих вот точно так же регулировок положением переднего сидения перед вами. И здесь можно тогда вот этой штукой, это нужно реально приноровиться ей управлять, выдвигать атаманочку внизу сидения перед вами. Вот. Это даже не атаманочка, это скорее такая подножечка. В-12 я понимаю так, что берут не те люди, которым нужна скорость. Вообще, Майбах вряд ли берут те, кто хочет прямо зажиги. Просто так сделали, по крайней мере, в этом поколении, что есть целый ряд опций, которых владельцам Майбаха хочется. Та же двухцветная раскраска, к примеру. А ее просто не может быть. Но я знаю, как это решается, ребята. Пленочку никто не отменял. И все, вы на 680. Также на Алике, на Алике можно купить, я думаю, где-нибудь долларов за 5 наклейку S680. Или там нет буквы S. Короче, там все есть, парни. Блин. Или на Алике, где угодно купите, не знаю. Это подумайте, что я рекламирую. Нет, их много, короче. На китайских, в китайских мегамоллах виртуальных можно купить все это, можно оклеить в пленочку, и все. У вас Майбах 680. Мы никому не скажем. Здесь, знаешь, что прикол? Владелец сегодня, на час раньше, перед съемкой, приезжал в салон, потому что у него один из планшетов не работал. Вот он мне звонит, говорит, слушай, блин, почему они воткнули этот Samsung? Он уже не работает. Вот, видите, это дешевый планшет, модель которого уже вообще с производства снята. Вот. Короче, в МУС с утра планшет чинили. Гурген, вот у вас же много было Майбахов, а что скажете по качеству? Вот в этой машине я уже говорила, что у вас одно гарантийное, машина новая, было уже одно гарантийное обращение. Машин сколько? Три дня, да? Планшет какой-то не работал, да? Мы торопили дилера для того, чтобы быстрее забрать автомобиль. Поэтому сегодня очень сложно с программным обеспечением. Автомобилей нет. И произошел конфуз с планшетом. А в принципе по Майбахам, вот если честно, по предыдущим 222-м, часто бывают какие-то технические сложности, когда машина сходит с маршрута в связи с тем, что ее там ремонтировать нужно, там ошибки какие-то? Какие больные места? Что, как работает? Кнопки, на которые вы жаловались. Кнопки какие? А, вот эти вот... Регулировки сидений, джойстики. Мы их называем. В предыдущем поколении, да? В предыдущем поколении, да. Поэтому сегодня я считаю, что автомобиль доработан. И будем надеяться, что... Не можем это узнать, он же у вас три дня. Ну, мы будем надеяться, что все доработано и будет служить верой и правдой. Что еще ломалось вот в тех? Ну, расскажите, интересно, потому что вот это реально полезно для людей. Очень мучает резина. Приходится менять ее трижды или четырежды в сезон. Да вы что, почему? Автомобиль тяжелый. Здесь будем жаловаться не на автомобиль, а на дороге. То есть колея ожирает внутреннюю часть. Ребята, и вот этот Maybach, который вы сегодня видели, является прям просто прекрасным примером того, как мы можем страховать автомобили по КАСКО. Самое лучшее предложение, которое давали человеку в салоне, было 665 тысяч рублей. Мы смогли застраховать за 546 тысяч. Вы понимаете, какая вообще разница? Понятно, что когда вы страхуете машину подешевле, разницы в сотни тысяч рублей за полис не будет. Но она тоже будет обязательно. Что же касается ОСАГО, мы всегда просто подбираем самое лучшее предложение. Сейчас от компании к компании стоимость ОСАГО для вас тоже может быть разная. Так что не забывайте, когда вам нужно страховаться, обязательно обращайтесь к нам. Это просто будет для вас выгодно. Причем не только машины. Мы страхуем все. Жизнь, здоровье, путешествие, все что угодно. И что самое главное, если не дай бог у вас что-то произойдет со страховой, будет конфликтная ситуация, мы ее разрулим 100%. Потому что зачем страховой ругаться с нами? Мы даем огромные объемы. Они прекрасно знают, что я работаю для вас. Слушайте, с ценами на мой бог даже я удивилась. Меня тяжело удивить, но я не знала, что это так. Правда. Самый базовый, нещевродский, 450-е, это 16 миллионов. Ну, немножко больше. Какая уже разница, кто там считает. Вот этот наш, это 20 миллионов. А топовый В12, это почти 30. Там 28 500. И то, если вдруг эта машина существует в автосалоне в наличии, вы никогда в жизни ее не купите по рекомендованной рознице. Ну, это просто невозможно. В некоторых салонах, вот, например, в Фанавто, можно заказать эту машину, и тогда вы ее получите по рекомендованной рознице, предоплатив. Ну, это, конечно, просто охренеть можно. Ребят, 30 миллионов, 30. Это же цена уже Роллс-Ройса. Ну, то есть, Мерседес себя, вот, в своей линейке Майбаха, хотя она, как вы видите, не прям грандиозно отличается от С-класса, он выводит себя на уровень супер премиальных брендов, а не просто премиальных. Правильно ли это? Не знаю. Но, правда, когда мне сегодня сказали цену в почти 30-очку, я по-настоящему была шокирована. Ну, все, сходили в музей и хватит. Целую, обнимаю. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok